Всего месяц назад в аэропорту Владивостока встречали победителей первенства мира по самбо. Оттуда наши спортсмены вернулись сразу с тремя золотыми медалями. И казалось, что вот он предел успеха. Но нет. Теперь с цветами и улыбками встречают победителей уже чемпионата мира, более статусного и возрастного состязания. С него наши самбистки привезли полный комплект медалей – золото, бронзу и серебро. Каждый видит результаты своего труда и того, что может каждый достичь. Мы находимся на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Мы не так часто выезжаем. И на фоне нашей сборной команды мы можем готовить из молодых девочек, которые приходят просто заниматься самбо, спортсменок высокого класса. Конечно, это очень приятно. И это пример для того, чтобы приходили, занимались и знали, что они могут достигнуть таких высоких результатов. Сам чемпионат мира проходил в Сочи. Там на ковре побывало более 800 самбистов из 94 стран мира. От Приморья в борьбу за медали отправились три девушки. Лучше всех себя показала Татьяна Зенченко из Владивостока. Воспитанница клуба «Амазонка» в финале смогла одолеть белорусскую спортсменку. Золотая медаль досталась нелегко, ведь относительно недавно Татьяна вернулась в спорт после рождения ребенка. Соревнования прошли, скажем так, очень серьезные, были очень жесткие. С первой встречи прям шла борьба за первое место, потому что первая встреча у меня была с чемпионкой того года, вторая встреча была с грузинкой, этого года она Европу выиграла. Прямо каждая-каждая встреча была очень жесткая и тяжелая. Серебро с чемпионата мира привезла самбистка из Артема Юлия Витцина. В финале весовой категории до 52 килограммов, увы, уступила девушке из Туркменистана. А вот последнюю бронзовую награду, кажется, никто не ожидал. Дело в том, что ее забрала дебютантка мировых соревнований Ольга Митина. Амазонка смогла довольно успешно отстоять и честь своего клуба, и честь России. Конечно, я рассчитывала на золото и стремилась к этому, но, к сожалению, не далось, потому что предварительную встречу я проиграла, допустила серьезную ошибку, которая не позволяла мне пройти финал, поэтому я боролась за третье место с спортсменкой из Узбекистана и, выиграв ее в тяжелой борьбе, заняла третье место. В итоге чемпионат мира завершился уверенной победой сборной России в командном зачете. 17 золотых медалей из 27 возможных. Вклад в этот результат от приморских самбисток в очередной раз доказал, что они являются одними из лидеров не только российского, но и мирового самбо. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. Максим Яковлев Продолжение следует...